Многие люди задают вопрос о том, как мы можем получить усилий и укрепление, если мы не принимаем никакого не-вегетарианного мяса? Это вопрос, потому что многие люди задают это вопрос. Очень многие люди задают не один и тот же вопрос. Как же мы будем наращивать мышечное мясо, как мы будем сильными, если мы не будем есть мясо? Да, это вопрос, это вопрос. Это вопрос, это вопрос. Который самый мощный живот в мире? Это элефант, на слона или на носорога. И ни одного из этих животных, они не принимают никакого не-вегетарианного. Даже вегетариан. Это животные абсолютно вегетарианцы. И поэтому это лишь только дело нашего выбора. Бобовые, например, обладают способностью давать организму такие белки, которые в нем есть. Мясо даже не снились. Гораздо более полноценные и насыщенные белки. Это абсолютно возможно, что вы можете жить на вегетарианных продукт. И вы можете полностью жить всю жизнь без употребления алкоголя. Мы имеем примеры для этого. Да, да. Им это совершенно очевидно, что можно всю жизнь прожить, не попробовав гуска мяса и даже не выпив капли алкоголя. Вот мы как раз живой пример именно вот такого питания. Я хочу спросить про лекарства, которые называются Ришт, но конечное слово Ришта, а не содержит алкоголь. Хочу спросить. Вы даже не используете Риштас? Вы используете Риштас? Риштас. 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 Риштас мы используем, потому что не используем алкоголь. Мы не используем алкоголь. Это только в процессе, это используется медицина. Но это не из-за того, что мы используем. Это не только как пенкинг. Да, я понимаю, но я бы хотел сказать, что вы знаете, если вы используете. Да, мы используем аэровидические тоники. В общем, это такой аэровидический тоник, очень сильный, который повышает иммунитет. Но это как бы он не на спирту, а это травы, которые естественным брожением. У них где-то от семи до двенадцати градусов алкоголя, но их пьют разбавленными. Там столовую ложку на полстакана. Это. Это. Я считаю, потому что Кришнаиты, допустим, наши. Они пьют. Это. Это. Это, что называется, self-generated, self-generated алкогл. В какой-то очень большей количестве урожения. Но алкоголь, который включается в результате естественного угрожения, он не интоксицирует, он не является вредным для человеческого тела. Ну, человеческий тело производит все алкоголь, но, да, тоже в медленном состоянии. Да, да. Она спросит о конечном процессе. Как это должно быть сделано? Потому что это может быть огромное травма для мамы и для ребенка, если это сделано обратно. Как вы это делаете? Да, но, естественно, когда ребенка начинает питаться, когда ребенка начинает питаться с другим субсидором, то медленная потребность уменьшается, и медленно вы можете заплатить его, нет необходимости обратно остановиться. Вот именно, что надо делать это постепенно, вводя все больше дополнительного питания. и действительно не рекомендуется резко обрывать молочное вскармливание, потому что это очень травматично и для матери, и для ребенка. И, самое главное, что мы видим, что мамы, родители, для их условия, они закрывают ребенка с определенными вещами всю ночь, и для ребенка это не хорошо для его здоровья. Да, конечно, это не будет в месяц, но мы должны уничтожить, мы должны закрывать. Вы имеете в том, что тихо, что тихо, тихо, тихо? Уменьшим, тихо, тихо не хорошо, тихо, 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 не хорошо, если вы путесь отсюда, для некоторых времен это нормально но всю ночь с этим Так что это не хорошо и удобно для ребенка, это удобно для родителей и для компании, которые производят эти памперсы. Для ребенка это плохо и для тех компаний, которые производят эти памперсы. Это почему они делают так много фаблицитов. Какие последствия для ребенка? Для ребенка. Потому что постоянное давление на брюшную полость. Это не хорошо. И это не хорошо. Это также мешает дыханию. Лебенок научается дышать очень поверхностно, что потом очень часто вызывает ловочные заболевания. Это доказано, что это очень вредно. Могу привести такой пример. Сейчас в Украине реальная проблема, потому что у меня маленькая племянница год и три месяца. И с чем столкнулись? Мы тоже думаем, что это, наверное, из-за того, что постоянно памперсы. То есть у девочек почти каждая пятая или каждая вторая, чем раньше вообще никогда не слышали, срастаются губки и разрезают. И при том, ну то есть получается у меня племянница делали такую как бы... При том родители постоянно следят за ребенком, ткани срастаются. И врачи говорят, что это сейчас вообще каждый пятый случай. Моя мама говорит, что раньше даже вообще такого не знала. Да, да, да. Интересно. Я думаю, что здесь в России, в Украине, в Украине, у них очень часто возникновение, что очень часто возникновение, когда памперсы их проживают. Он проживает их вместе и они возникновение. И это очень часто возникновение, где люди используют эти памперсы 10-12 часа. Они всегда на ребенке. И эти липсы, они не имеют выбор, чтобы они вместе. И каждый пятый человек, в Украине, в Украине, в Украине, у них есть такие проблемы. И они должны выполнять операцию на них. Чтобы их убрать. Может быть, мы ошиблись, но мы думаем, что это потому, что памперсы. Потому что мои родители даже не знали, что такое проблемы может быть. И они всегда были с ребенком. И даже в ночи, в ней, это процесс, и в ночи, они должны идти к доктору. И мы с одними, и в ней, я как-то... Это такое? Да, это софи. Очень, очень, очень. В русском, я думаю, что там в семье ребеночек и... А, она же нашла с этого. Она рассказала. Она просто не старела. То есть нам она сказала, что у ее род дети кто ходит. За одну ночь они стоят. Утром они оборудовались. Итак, это несколько советов об обучении ребенка. Потому что если вы не обучаете обучение в тренировке ребенка, то потом ребенок также будет следовать нашим примером. Жизнь в жизни, это же самое. Это циркл. И потом она устроена. И потом ее ребенок будет таким образом. Таким образом, нет никакой циркл. Да, очень легко довести дело до порочного круга. И нужно как бы разорвать этот порочный круг в самом начале, дать ребенку правильное воспитание и вырастить его правильным образом, чтобы то же самое потом он делал со своими детьми и так далее. И также, еще одно очень сочетание, что когда родители не обучают, это не только если вы просто купите, если вы покупаете, если вы покупаете, если вы купите, если вы отправите в школу, это не только что. Если нет гармонии между родителями, и если есть разорвание между родителями, то психология ребенка будет эффективна. Недостаточно для ребенка, чтобы его просто снабжали едой, одеждой, водили в школу. Для ребенка этого мало. Недостаточно для ребенка. И потому что это происходит, что в психологии для ребенка, в психологии для ребенка, в ребенке, в ребенке, и курсорты. Недостаточно для ребенка, из-за неслабжения, то есть и она потеряется может быть, и если, ребенка в этот взгляд, когда ребенок, и даже в этот взгляд, После того, как я показал вам вчера, будет искать аттракцию и аффекцию. В этом случае, родители, которые были в своем манере, они не могут быть вместе. В этом случае, в школе или иначе, они будут искать аттракцию и в этом случае, они будут искать аттракцию и они не могут быть в первом случае. И там, в детстве, они никогда не могут быть в первом году. И это в первом году, ну, классно, и, если у Вас будет имя, Потому что гинекологи и доктор, их игнорансы или их отношения, они используют такие медицинские, которые начинают принимать эти медицинские, чтобы предотвратить определенные вещи. И поэтому, это значит, что все эти медицинские, особенно женщины, как это будет эффективно. Когда в семье недостаточно заботы и любви проявляют родители, то очень скоро ребенок недоласканный, недолюбленный начинает искать вот эту заботу и любовь на стороне. И таким образом дети, во-первых, с раннего возраста вовлекаются в временные сексуальные отношения, во-первых, а во-вторых, у детей могут быть проблемой с их открытостью, доверчивостью и с тем, что они именно тянутся для того, чтобы получить вот эту любовь. И порой получают ее в искаженном виде от не совсем порядочных людей. Я уже помните, говорил вам, что детей не нужно рассматривать как побочный продукт сексуальности. Мы должны знать, что у нас перед детьми лежит гораздо большая ответственность. Это не только ответственность для себя, для вашей семьи, но и ответственность для общества, потому что если вы производите криминалов и едиотиков, то это дамаж для всей общества. И ответственность лежит не только на родителях перед ребенком, но это ответственность перед всем обществом. Потому что если родители вырастут какого-то преступника или ненормального человека, то, конечно, общество от этого хорошо не будет. Поэтому с этими детьми я закончил этот вопрос. И теперь, вторая фаза этого вопроса, что я даю определенные практические аппликации, где мы должны знать в нашей жизни, как сохранить гармонию и как избежать дихармонию. А теперь я вам дам несколько положений о том, как нужно жить гармонично, как строить гармонично свою жизнь и как избегать в жизни дисгармонии. Есть четыре атмосфера, которые вы должны быть в нашей жизни. Да, да. Это Рудolfа, который привел... Это была Поверпоинт-производительная презентация. Да. Филдерн, и нахлит, и нахлит, и нахлит, и нахлит, и нахлит, и нахлит, и нахлит. Это, нахлит и нахлит. Да. Так, есть четыре атмосфера, я только хочу сказать, что вы говорите. Да. Атмосфера для любви. В семье должно быть четыре атмосферы. Первое, это атмосфера любви. И teaching as giving example. Второе, обучение людей должно происходить исключительно на лишнем примере родителей. И атмосфера терпения должна быть. И атмосфера порядка, и атмосфера деятельности. И атмосфера взаимопонимания. Этмосфера взаимопонимания. Это четыре атмосферы, которые должны быть. Да. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Образование в новом веке Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok